Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня, как я и обещала, мы с вами свяжем узор вот к этой кофте, которую вы сейчас видите на экране. Как вы видите, что кофточка достаточно интересно смотрится, вяжется очень просто. Если сказать, то присмотреться к самой кофте, то у нас идет по кругу, я думаю, полотно идет по кругу до района проймы. А затем у нас связываются тоже два таких полотна в качестве рукава, которые пришиваются отдельно или привязываются. И смотрится настолько, видите, она очень оригинальна и интересна. У нее очень красивый квадрат, ну и простой узор. На этом узоре мы с вами еще разобрали, как мы можем применить его для того, чтобы нам расширить. Или я только показала, как расширить, ну а как сократить, тоже достаточно понятно. Итак, приступим. Связали мы с вами полосу из квадратов, та, которая нам нужна. И закрепив ниточку в уголке, соединив это все, то ли можно вязать отдельно половинку, допустим, переднюю, одну, заднюю. Можно соединить все по кругу и вязать по кругу. И первых два ряда у нас будут столбики без накида. Может быть, в начале можно и один сделать столбик, вернее, один ряд. То есть мы в каждую петельку нижнего ряда заходим и вяжем столбик без накида. Вот так. Я даже свяжу в одну и во вторую сторону. То есть сюда и обратно. И затем встретимся. Я прошла два ряда в одну и во вторую сторону. Если по кругу, то по кругу. Теперь 1, 2, 3. 1 воздушная петля, накид. 1 столбик пропускаем. Во второй и в третий вяжем по столбику с одним накидом. 1 воздушная петля, 1 пропускаем. Два подряд столбика вяжем с одним накидом. 1 воздушная петля, пропустили. И вот так вот у нас выглядит с вами следующий ряд. Ряд мы с вами завершили. Да, то есть если, когда мы с вами вяжем, тут нужно, важно у нас получается, что раппорт, 3 петельки, да. 2 столбика и петля, 2 столбика и петля. То есть нужно просчитать. Где-то может быть сократиться так, чтобы у нас было все красиво. В следующий ряд я повернула. Вот воздушная петля, это у нас будет столбик. Во второй мы зашли. Столбик по дарочку, столбик. То есть два ряда. Вот это у меня первый. И затем второй мы провязываем с вами просто столбиками без накида. Вот в этих моментах, как я уже говорила о том, что, да, мы можем с вами варьировать, уменьшать, увеличивать, сокращать наше полотно для, допустим, где-то расширить на бедра, сузить на талии. Связала я два ряда столбиками без накида. И теперь мы с вами продолжаем вязать. Вот сюда я вяжу воздушную петельку. Это будет у меня как бы столбик без накида. И еще 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На нижнем ряду мы с вами считаем. 1, 2, 3. И в четвертую. В четвертый столбик мы связали столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И так довязываем до конца этот ряд. Связали мы ряд арочками. Повернули вязание. И теперь с этой точки я вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Вот здесь мы с вами можем искать, допустим, четвертую петельку или зайти под арку и связать столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Накид. Ищем четвертую петельку или же под арку. 1, 2, 3. Накид. Столбик с одним накидом. Связали мы с вами весь ряд и завершаем. Здесь я вяжу 1 воздушную петлю, 3 накида. И вот здесь у нас была петля. Мы в нее зашли и связали столбик с тремя накидами для того, чтобы выровнять наше вязание. Вот мы связали с вами очередной ряд. Далее у нас идут, я вяжу петельку подъема. Сюда у нас столбик без накида, сам столбик. И теперь здесь у нас с вами 3. Значит, мы вяжем 3. То есть мы должны с вами связать такое же количество столбиков, как у нас было вот в этом ряду. Если мы не хотим с вами не увеличивать и не уменьшать наше полотно. Если же мы это планируем делать, значит, тогда мы можем с вами добавить, опять-таки, в этом, в этих двух рядах количество столбиков для того, чтобы в следующем, 1, 2, 3, вот это четвертое, у нас уже были какие-то изменения. К примеру, давайте, смотрите, мы в этом окошке сделаем 1, 2, 3, вот 4, да, и вот этот пятый. То есть мы с вами здесь немножко увеличили столбиков. И давайте увеличим здесь. 1, 2, вот 3, по идее должно быть, а мы сделали 4, и вот в эту. И так довязываем. То есть я вот в этих двух ячейках, арках увеличила количество столбиков. Связала я 2 ряда столбиками без накидов, да, и теперь у нас идет вот этот ряд, в котором мы будем с вами вязать 2 столбика подряд. Давайте вот как тут, 3 петельки подъема накид, и вот у нас столбик, мы во второй зашли, связали столбик, да, теперь воздушная петелька пропустили, 2 столбика у нас подряд. То есть как вы понимаете, что так как мы с вами увеличили количество петель, да, вот в этом ряду, значит у нас должно увеличиться количество вот этих вот столбиков. Что соответствующе поведется. Как следствие будет, мы можем изменить размер нашего полотна. Сейчас довяжу, мы посмотрим. Итак, я вот связала ряд столбиков, и еще провязала столбики без накида. То есть у нас вот далее будет все повторяться. Узор нашей кофты. Но теперь смотрите, обращаю ваше внимание, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас получается было по 2 столбика. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот 9 набор столбиков. То есть это говорит о том, что да, у нас вот этот ряд позволил увеличить наше полотно. То есть вы это можете использовать тогда, когда вам нужно что-то увеличить. А если уменьшать, значит мы провязываем 2 вместе. Вот такой интересный. Не столько интересный, я бы сказала, что он очень простой и в то же время оригинально смотрится. На этом моменте я с вами хочу попрощаться. Понравилось вам видео? Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну а вам творческих успехов и до скорых встреч.